друзья всем привет как вы знаете что наши любимые красивые зебры они родом из африки их практически не удалось приручить но это друзья так вот друзья вы же знаете что о них европейские колонизаторы узнали лишь в начале двадцатого века несмотря на их сходство с лошадьми зебры просто слишком дикие и полностью приручить их невозможно и вообще друзья лично я и слышал что когда-нибудь люди могли приручить зебр вот например для европейских колонизаторов пронивших в африку в девятнадцатом и в начале двадцатого веков устойчивость местных зебр к болезням переносимые мухами цицы сделала одомашнивание привлекательной альтернативной импорту лошади зебра это настоящая африканское животное приспособленная природой переносить все тяготы континента но оказывается друзья есть причина по которой африканцы никогда не одомашнивали зебр в отличие от лошадей которые естественно бродят вокруг жид траву зебры проводят всю жизнь очень осторожно наблюдая уклоняясь и сражаясь с хищниками саванны такими как оливы и гепарды крокодилы и естественный отбор породил зебр нервными взбалмошными жестоко агрессивными и если загнать их в угол то зебра может и сильно своими копытами просто поразить своего противника убить копытом может даже льва вот ну и очень они пугливые но тем не менее друзья хоть одомашнивание в больших объемах было невозможно иногда удавалось взять отдельных зебр для выполнения лошадиных обязанностей лорд уолтер ротшильд я уже как-то о нем рассказывал обучил команду зебр тянуть телегу но моя хорошая россия ну друзья то что касается верховой езды то зебры меньше лошадей и не обладают достаточной силой спины чтобы нести человека мало того если сядет рослый человек то может просто сломать зебре спину но это не помешало людям время от времени устраивать увеселительные прогулки на спине зебры ну как вы знаете друзья что приручить их достаточно сложно практически невозможно и попытки бывали об этом я неоднократно говорю вот поэтому как бы и в прошлых видео я рассказывал что зебры хорошо подходят для создания гибридов с лошадьми с ослами из пони они тогда становятся более выносливыми вот их гибриды и не боятся укусов мухи cc да россиюшка россия красоточка вот любит когда к ней так обращаясь вообще все животные любят любовь и конечно же друзья в истории сохранились фотографии винтажные на которых люди изображены верхом на зебрах я вам сейчас их покажу вот например мистер харди с тренером зебры в лондоне 1898 году классная фотография а это тот самый лорд уолтер ротшильд со своей упряжкой каретных зебр в 1895 году он был из глобальной банковской семьи ротшильдов и владел собственным зоопарком ну еще был неплохим понторезом раз прогуливался вокруг букингемского дворца также экипаж запряженных зеброй управляемых лордом лайонеллом уолтером ротшильдом основателем музея естественной истории в тринге ныне являющегося частью музея естественной истории в лондоне такая потрясающая повозка максимум наверное на двух человек сейчас конечно мы вряд ли увидим такие фотографии а вот тележка для зебры в 1890-е годы знаменитая элис как и следовало ожидать выглядит в седле настоящим рабочим человеком здесь на фото в калькутте она ехала верхом на зебре которая была выдрессирована в течение часа ее мужем этого было достаточно для того чтобы быть оседланы и взмузданной а вот немецкий солдат едет на зебре в занзибаре 1890 год и вот тоже друзья интересная фотография зебра тянет карету в калькутте индия 1930 год а вот еще очень удивительная картина запечатленная на фотографии где зебра тянет карету через лондон в 1913 году вполне вероятно что зебра и карета были собственностью художника мьюзик холла господина густава грайса и использовались для продвижения его шоу также вот смотрите лафин лесли 18-летний карлик ведет джимми единственную в мире ездовую зебру через дорогу в беркшире англия в 1935 год вот кстати интересная тележка зебры в кении 1900 и годы команда зебра с человеком и тележкой в парке золотые ворота калифорнии 1925 год а вот еще одна удивительная наездница миссис мартин джонсон ездит на одомашненной зебре по кличке бромор 1923 году это сделано фотография а вот еще друзья фотография часто подписывается как зебра скачет но похоже что зебры находятся на выставке с другими лошадьми такие вот интересные фотографии а вот еще очень удивительная фотография где немецкий колониальный офицер перепрыгивает через препятствие находясь на спине ручной зебры в немецкой восточной африке калифорния 1910 год хитроумный не настоящий преступник пытается совершить побег из тюрьмы на спине восточно-африканской зебре которая представляла собой чучело и была установлена доктором джеймсоном л кларком из нью-йорка для университета небраски в 1933 году но видите полосатая форма не полосатый раскрас зебры сочетаются очень даже хорошо друзья наши зебры великолепны вот вы увидели в этом ролике какие были попытки по приручению зебр вот но на сегодняшний день как вы уже знаете приручить их нецелесообразно поэтому такие удивительные фотографии хранящиеся уже в огромном количестве в интернете вот которым уже больше века говорят лишь о том что человек пытался домашний день но в этом друзья нет необходимости для этого есть лошади пони но сейчас уже транспорт и лошади все меньше и меньше используется для работы ну а с нашими зебрами с нашей потрясающей парой вы можете познакомиться здесь в зоопарке сказка приезжайте всем отличного настроения пока пока